Вот структура ленина. Сегодня у нас с вами очень интересная тема лекции. Это современное течение философии и эстетики. Современное течение философии и эстетики. Я по максимуму постараюсь рассказать о том, какие направления сейчас считаются очень-очень актуальными. Ну и, соответственно, мы с вами посмотрим, что из этого можно и влечь в логисты. Так. Американская философия очень гордится своим философским направлением, чуть ли не основным, которые развиваются в Америке, которые носит название «Прагматизм». Философия и эстетики «Прагматизма». Когда XII века Чарльз Пирс сформулировал свое учение о знаках. Строго говоря, учение Кирса о означаемом и означающем – это учение, которое касается теории символа и теории знаков. Однако, американский философ Дюин из этого учения Кирса сделал очень интересный вывод, который имеет непосредственное отношение именно к эстетике. Этот вывод лежал в основе, и тут скоро лежит в основе подлинной американской философии, которая носит название «Прагматизм». В этом следующее, если нечто в своем существовании имеет последствия, то сущность этого нечета надо принять за его последствия. Соответственно, какой практический вывод из этого, в общем-то, очень спорного предположения? Почему предположение спорное? Понимаете? Если нечто в своем существовании имеет последствия, то сущность, нечто и последствия – это я думаю тоже. Приведу вам пример. Прошу прощения сразу, если пример окажется будет. В своем существовании человек, в качестве последствий своего существования, имеет верное количество фекальных масс, кала, мочи, отбросов, ежедневно им производят. Они реальны, их можно пощупить. Они как-то ощутить. Так вы что хотите сказать, что сущность человека – это тотальная масса? Так? Ну и не так. Так, ну да. Материальные последствия. А куда делась высокая идейность, духовное подвижничество, оно вот не так материально и, соответственно, плохо ощутимо. Поэтому, если отталкиваться к теории прагматизма, то человеку надо оценивать по количеству фекальных масс, которые он производит. Понятно, почему не так? Я поэтому говорю. Я сейчас специально взяла экстремальный пример и специально извинилась за инкорректность его применения. Потому что мне нужно было вам объяснить, в чем заключается сущность теории. Так вот, что считает американская классическая прагматизма. Что нечто в своем существовании обязательно должно быть последствия. Тогда эти последствия позволяют оценить сущность и содержание самого нечто. Например, вы талантливый человек. Но ведь талант нельзя измерить. Но талант в своем существовании должен иметь некие последствия, которыми являются. Яхта. 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 в востребованности, то есть в материальном исчислении. Соответственно, кто у нас в этом году самый калландовый актер? Ага, сколько он получил? Вот, соответственно, порезно для того, что он получил, и оценивается степень его калландовства. Оскары тоже материальное исчисление, ибо они повышают гонорар. И они включены в общую структуру оценки. Так же, как количество изданных дисков является способом оценки талантливости того или иного официального калландовства. Количество концертов, добавленных им, количество гонораров, количество поклонниц, количество цитат, оно все дает возможность материально оценить наличие присутствия. Эта теория иногда доходит до совершенно абсурдных выводов. Например, что является материальным доказательством существования Бога и вашей веры? Правильный успех в делах. Бог – хороший парень, который помогает вам в делах именно благодаря тому, у вас есть то-то, то-то, то-то и то-то. Пардон, если того-того нет, либо А – нет Бога, либо В – вы не верите. А либо он проверяет? Нет. Нет, это не имеется в виду. Как же верить, а он вас будет проверять? А клубы не может. Соответственно, философия прагматизма – это философия, которая проводит прямую зависимость между талантом и материальным воплощением его в показателях престижности в том или ином обществе. Философия прагматизма позволяет, или, так скажем, дает возможность ее последователям оценить степень талантливости художника по материальным, по средненному материальному указателю. То есть, с помощью этой философии можно сравнить литература с актером благодаря тому, что у того и у другого есть уклонный символент под названием «Гонорар». Соответственно, суперпроизведение всех времен и народов в последнее время. Гарри Поттер – супервостребованный сразу после Библии. «Количество экземпляров» поставили до 100 экземпляров количественных экземпляров на печальной линии и гонорарах. Соответственно, вы думаете, скажем, в Кенегуэй, более талантливый автор, мнение в Гарри Поттера привношу всех? Именно поэтому последовательные философии прагматизма мы понимаем нашей философии, которая свойственна для Европы, особенно для Восточной Европы, в частности для России. С этой точки зрения не может существовать нищего талантливого художника, невостребованного писателя или, предположим, актера, который на самом деле талантлив, но никто его талант не признает. Так существует только две крайности. Либо А – он не талантлив, и тогда у него ничего нет, либо Б – он талантлив, и тогда, соответственно, у него есть все. Жду вопросов, профессионал. – Вы меня, конечно, извините, господа хорошие. Некоторые фильмы отечественного производства, я говорила, о фильмах 70-х, 70-х годах, стоят на голову выше аналогичных праздновков Голливуда и, собственно говоря, переплюнули Голливуд даже в современном времени. Я имею в виду постановку сюжета. Возьмите «В семнадцатом долине лесу». Озарите мне что-то подобное. Или «Щит и меч» предположим. Хороший фильм. Не умиляет американский фильм. А если еще голливудский Тарас Булли был? О, да. Это современное наше кино, но пытается идти по его способу. Да, да. И по этому скатывается все больше. Да, и по этому скатывается все больше. Потому что какой фильм даст Рейтинг, который построен по классической архетипической схеме Юга, где все предсказуемо и, в конце концов, КПС. «Если вы подобный фильм будете запускать 15-20-30 раз, то вы включитесь в одну общую систему». Америка категорически не приемлет фильмов, которые, я говорю сейчас о кино, которые не вписываются в схему, «Потому что несчастному зрителю приходится скрипеть мозгами, чтобы понять чего-то. А он не должен скрипеть, он должен скрипеть зубами, движая рукой, не забивая его рукой полностью. «Потому что несчастный фильм?» «Понимаете, отличные американские фильмы есть?» «У них очень много». «Да, но он не у вас нет, он не у вас нет». «Потому что несчастный фильм?» «Прекрасно, замечательно». «Какой у него прокаж был?» «А я знаю, этот фильм шел как фильм для избранных, фильм другого класса. Понимаете? В чем проблема? Философия прагматизма позволяет дать возможность существовать массовому искусству. Вот даже не массовому искусству, я неправильно сказала, поп-искусству. Искусству, которое рассчитано на рейтинг зрителя. Это не значит, что американские в Америке не умеют делать прекрасных фильмов. Пусть он не для того же Мертвеца. Он же виден же фильм. Красивый, глубокий, интересный. Я его четвертый раз просматриваю, мне четвертый раз нравится. Причем, так, группа замерла, но с лицами не смотрела. «Нет». «Смотрели, конечно». «Ну, слава богу». «Причем он каждый раз, ты знаешь его, ты смотришь, и все равно интересно смотреть. Мертвец есть Мертвец. Он сделал очень красиво и хорошо. Но Мертвец не пошел в большом прокате. Рейтинг Мертвеца в большом прокате держался только на счет того, что исполнитель главной роли востребует стол в реальность. Так ли? То же самое, можно сказать, по абсолютному большинству американских классов. Это фильмы, которые считают фильмами для избранных, и они неприемлемо массовой победой. «Мне кажется, что это большое множество зрения у всех людей делающих, которые не доценили, для своего занятия. То есть, почему они ходят много? Моза рыжевая, много людей. И мне кажется, что вот это говорится, как раз очень хорошо, что это отлично. «Ничего». «Если большинство прогрессия, 100 часам за репутер, члены предположить, что…» «Для репутера это хорошо». «Не, а Гарри Форта это не хорошо». «Только это хорошо?» «День их много, гонорар, на стену приказать не надо. Абсолютно. «Главное, как оно у них перелетает, это самое, это действие, больше ничего не нужно. Огромные переживания, кто-то, кого-то, это как кастуха, получается. Понимаете? Голософия и трагматизма, она рассчитана на абсолютно тупого зрителя. Она рассчитана на то, что зритель может иметь начальное образование и, да, в общем, не иметь никакого. Ему достаточно просто понять, что все измеряется в количестве гонораров. И вопрос философии и прагматизма, актуальности философии и прагматизма, это вопрос существа, а не рекомендации. Ну, это так. Значит, теперь самое интересное, что Афериканцы сами испытывают некоторый дискомфорт от присутствия этой философии. Именно поэтому периодическим интеллектуалом становятся востребованы фильмы высокого уровня, и не только фильмы, музыко-литературные произведения высокого уровня. Именно поэтому есть ностальгия, касающаяся культуры других стран, то есть, соответственно, существенная культура, воскличная игровая, и рассказы по загадочной рубке души. Правда, в американском глаголе не смотрится очень смешно, но это и был вопрос. В целом, какая философия существует, и мы должны отдавать себе отчет в том, что на определенную часть публики эта философия рассчитана? Вот, например, если вы завтра станете архитектором, который будет работать не по найму, а владельцем собственной фирмы, и не дай бог вас принесет работать вашей фирме стать заказом в Америке, то прежде всего о чем вы будете говорить за известность своего потенциального клиента? А стоимость? Нет. А стоимость выполнена с вами прежней работе? Ага. И степень их оценки? Так? Ну, у нас на Америке, если вместе мы, в семье, конечно. Ну, значит, это не все-таки думает, сказка головой. Вам придется быстренько получать то есть в каком-нибудь форме конкурсе на возведение в вашем трубаре, желательно войти куда-нибудь, в первую троту, то есть вам надо будет сделать портфолио, вам надо будет доказывать, что ваша фирма самая фирма, и даже, собственно, не вставалась в этих негативах. Это фактически является одним из способов констатации не наличия таланта, о наличии материальных способов его оценки. Отсюда же происходит такое понятие, кстати, популярное не только в Америке, как востребованный архитектор, востребованный художник, модный архитектор, модный художник, модный дизайнер и так далее, и так далее. Да, модный дизайнер, тот, который делает бред. Но бред моден, потому что он моден. Помните, пожалуйста, в конце проекта в области архитектуры, на том, что, например, Титра Айзима востребовала, и имеющий большой рейтинг архитектора. Его коттедж, который был запроектирован, естественно, построен на земле заказчика, трехэтажный, когда в центре дома проходит щель на три этажа, на 9 секунды права пополам, и люди, которые купили этот коттедж, они не имеют права ни вне ничего, то есть заплатили за его проект строительства, потому что он охраняется авторским правом, и они обязаны жить именно с такого размещения мебели, именно с такой щелью на все три этажа, это факт констатации наличия модного художника, модного архитектора и модного дизайна. Аксимум пыль! Вы знаете, я по поводу думала насчет дождичка, я так не поняла, я вот долго искала информацию, но видимо там она застепленная, то есть она визуально смотрится, на самом деле она как таковая артистка, но что они не имеют права оштукатурить стены, покрасить спальню в иной цвет или поставить кровать в иной месте, это абсолютно точно. Как же плохо? Да, они говорят, что это хорошо, я говорю наличие фактора. А кто-то проверяет, что это не хватит. Да, каждый месяц. Если соглашение будет нарушено, договор будет нарушен, они вполне имеют право подать в суд, потому что были ущемлены авторские права и будут уозваны авторские произведения. Вы чем при желании, звоните в подведение и радуются. Конечно. Значит, я думаю, не знали, в дом задерживаются. Ну, я думаю, что вы можете взять на лицу чедурака, который вы купили. Хотя, вы знаете, на лице, который вам все подвозь дома не знали. Большую трензионную инсталляцию на тело. Так, вопросы есть? По прагматизму есть вопросы? Нету? Хорошо. Что яود? В статистике нынологии. Скажите, это финоменология. П синомHENология. Это introduce Benjamin Scholes, это самая современная философия. точнее, самый современный метод философии, в который существует в настоящее время. Говорят, что философия является методологией. Господа хорошие, у меня нет желания вас перегиблить. Если вам очень хочется пообщаться, то за дверью моего пространства свободного. Так вот, если философия является методологией для всех частных дисциплин, то есть, когда кто-то чего-то пытается сказать, что он использует в качестве метода, скажем, в теории архитектуры или в теории конструкции, он говорит, что он использует философию в качестве метод современной философии идеи, то в методологии самой философии, способом изучения философии внутри себя, является временологией. Создателем философии был очень известный немецкий философ, началом 20-го века, звали его Эдмунд Буссер. Эдмунд Буссер. Я вам не буду рассказывать всю современологию, я расскажу только ее базисные идеи, которые имеют отношение к эстетству. Почему я это делаю? Ну, потому что для студентов 4-го курса обучения специалитеты для методологии немножко сложновато. Я ни в коей мере не вашей умственной способности не сомневаюсь, просто она действительно очень сложная философия. Второй момент, это то, что если я, например, начала читать лекции по философии, то мне бы пришлось эти лекции читать 200 курс эстетики, потому что они сами по себе достаточно надеются. Философия философии философии интересна тем, что хотя бы в формальном способе ее оценки является тот факт, что не каждый философ имеет право заниматься официальными переводами на тот или иной язык статуса Буссерля. Он для этого должен получить разрешение с работами Буссерля в немецких архивах от немецкого института изучения Буссерля, в частности в России, статей в цилософии всего два. Официально переводами Буссерля разрешено заниматься в Добиной и Молчанова. Молчанов возглавляет доктор философских наук, он возглавляет институт феноменологии, Российский феноменологический институт, и одновременно он является сейчас в настоящий момент единственным действующим российским специалистом, которому разрешено работать в Германии с архивами Буссера и заниматься его официальным переводами. Когда приводится текст Буссера, идет текст на немецком языке, и идет текст на русском языке, чтобы человек мог сравнить, что именно Буссерля имел в виду в катастрофу или наустранстве. В чем состоят идеи Буссера? Буссерль усомнился в том, что существуют некие истины вне нашего сознания. Приведу вам простой пример. Вы умерли. Мир существует после вас? Для вас нет. А где у вас критерии установления его существования? Я мысль, я существую. Нет, вы умерли. Вашего сознания нет. Где критерии существования мира после вас? Как вы установите, что вы? Никак. А другие реально стоящие люди? Нет. Мы с точки зрения тебя. Хорошо. Рядом с вами стоят люди. А вы уверены, что эти люди не являются плотом вашей больной фантазии? А где критерии, позволяющие установить вашу фантазию, отличить от существования реального человека? Спасибо. Может, у тебя ощущение обманывается? Это все седло можно. Другой момент. Пожалуйста. Вот. Пусти, открой окошко. Нет, свет. Нет, я его снова закрой. Все. Ну, пожалуйста, впереди стоят здания не готовы. Ну, мы все равно не имеем. И любой, другой зданий. Сколько фасадов вы видите? Пока два. Не одна. Ну, скажи так. У какого-то здания в Апушке вы видите один или два фасада? Сколько у зданий на самом деле фасадов? А кто об этом знает? Вот с этой точки вы не можете установить, что на самом деле у него стоят четыре фасадов. Соответственно, вы должны отдавать себе отчет и то, что существование двух остальных фасадов или большего количества является результатом вашего опыта. И в данном случае ваше сознание обладает синтетической функцией. Оно позволяет приобщить к результатам восприятия здесь и сейчас результат восприятия того, что дано вам в опыте. Понятно? Понятно. Глоксофия? А никто не сказал, что она простая. Теперь следующий момент. Она жидковатая. Теперь следующий момент. У нас есть вещь, есть предмет, то есть результат отражения данной вещи в сознании. Так? Так, вот это что? А это? Еще один стол. И вот этот стол. А вот эта тумбочка, она столом не является. Объясните мне, пожалуйста, когда я произношу слово стол, я имею в виду вещь или предмет? Правильное явление в сознании. То есть у меня в сознании есть некий концепт того, как должен выглядеть стол. И я сравниваю материальный объект с идеями своего сознания. Соответственно, я определяю, под мою идею стола подходит та или иная вещь или не подходит. Это тоже понятно? Ну, что я не говорю, что эти идеи у нас максимума отбитка чистки. Ну, это уже второй вопрос. Теперь следующий момент. Феномен, то есть, соответственно, явление в сознании и ноумен, то есть то, как мы это называем. Подчас не одно и то же. Идеи называния, то есть связывание с именем могут быть очень и очень сложны. Само по себе называние предполагает, что мы можем это идентифицировать. А если мы это не можем идентифицировать? То есть, соответственно, мы не можем это назвать. Так? То есть, у нас вполне может существовать нечто, что мы осязаем, воспринимаем, отражаем сознание, но назвать не можем. Первое время. Так? Первое время. Первое время, да. Потом мы это называем. Теперь по поводу игры сознания. Бывал момент. Темная тропка в парке. Вечер. Идем в одиночку. И нечто возникает впереди. Еще в лесу тебя иногда смотрится, интересно. А в лесу это вообще здорово. И наше сознание начинает работать. Вот это нечто, возникающее впереди, сначала воспринимается. И наше сознание начинает выдавать. То мы видим сидящую на горбочках человека. Лежащий тут. Большую кошку. Нечто выползающее. В конце концов, по ходу мы говорим в горядах. Но ведь мы образы до этого видели. И каждый из них был реально. У меня в свое время, когда я училась свалить машину, был очень интересный случай. Я машину водила, училась свалить, это лет 13-14. В лесных дорогах. Был очень интересный случай. После чего я колосу тью гусора и стала очень легко воспринимать уже во взрослом состоянии. Господа, хорошая, через фон объясните, что не надо работать. Значит, ситуация такая. Вечер, темнота, где-то уже далеко, ближе к 11-й часам. Но еще пока дорога видна в сунерке. Я за мной, естественно, рядом сидит человек, который меня учит вести машину. Соответственно, чем занят человек, когда он идет в машину? Особенно первое время. Тем, что он вспоминает, в каком порядке, что переключается. Из-за действия мозги. Так вот, представьте себе. Подъезжаю, я точно знаю, подъезжаю по лесной дороге к переправе. Я точно знаю, что дорога уходит направо. И прямо перед собой я вижу картину. На меня, ну, смотрите, на меня движется с большой скорость муниципли. Движется он из леса. Я точно вижу горящие пары. Я точно вижу сидящего сверху человека. Я точно знаю, что здесь дороги нет. То есть, на меня движется мотоциклист. Я не вижу, я знаю, что там нет дороги. Но мотоциклисты я вижу. Естественно, совершенно ошалела. Я бью по тормозам. У меня машина встает, как скопанная, хорошо не сбрызывает. Как говорят, я покрываюсь холодным потом, понимая, что сейчас этот мотоциклист ездит прямо не в лоб. И тут на меня выходит кошка, у которой светятся глаза. Понимаете? Вот это вот, как бы сказать, сознание, которое мне прорисовало сначала образ дороги, который нет. Образ мотоциклиста, которого я увидела, но которого не было. И в конце концов, выходящую кошку, которая, оказывается, просто сделана на коллеге, то, соответственно, вот эта вот честковщина, она практически точно дала впечатление, что есть некие образы сознания, которые мы на каждый конкретный момент воспринимаем в реальность. Так вот, дальше интересный момент. Момент первый. Где гарантия того, что человек, который находится рядом с вами, воспринимает нет точно даже, как вы? Вообще никакой. Соответственно, а как вы с ним можете общаться? Вы вообще уверены, что он человек, а это не под вашей фантазией? Рядом и кошка себя. Слышите себя, чтобы где-то делать, как нормально. Ага. Вот-вот. Второй момент. Вы уверены, что ему не чувствуется совершенно другое, и его опыт сопоставил с вашим? Абсолютно. Самое смешное дальше, что каждый из нас имеет опыт, каждый из нас имеет некий багаж, и структура нашего сознания является супериндивидуальной. Самое интересное, что вот эти вот рассуждения у Бутерлия, они выложены в биологических исследованиях, достаточно интересная вещь. Они не представляют собой полностью сформулированный текст. Они представляют собой выложенные в некой последовательности рассуждения. И по этому поводу есть экологическая история. Когда один из учеников подошел к Бутерлию и сказал, что, уважаемый профессор, в вашей первой части логических исследований, в третьей части логических исследований, из одного и того же, из одних и тех же исходных данных, делают совершенно разные выводы, неплохо будут их корректировать, то есть он сказал, что такое, что такое, говорит одно и то же. То есть он сам отдавал себе отчет в том, что сознание многогранно, и, соответственно, из одних и тех же выводов на разном этапе могут быть совершенно разные выводы. Так вот, каким интересным выводом приходит Бутерлия? Первое, что надо существенно различать наличие вещи, наличие предмета, то есть отражения сознания, феномена, и наличие нормы, его названия. И то, и другое, и третье, это продукты индивидуальной деятельности сознания. Второй момент. Индивидуальное сознание делает человека практически одиноким в момент восприятия. Кто-то восхищается симфонией, а кто-то, для кого-то это все равно, как барабанный дольф. Никогда не забуду, как моя подруга, которая решила свою дольфу обучить Бутерлия на скрипке, у дочки Бутерлия, у подруги Бутерлия. Ее обязали посвящать вместе с дочкой концерту. Вот приходит нас очередной концерта. Мы ее ехидно спрашиваем, как она говорит, два часа скрипку берлия, это какой-то кошмар. А там Дашка, а Дашка не слаждалась. То есть совершенно разный результат восприятия одного и того же, абсолютно разных ключей. Вопрос, на который следующее отвечает вопрос. А какой вариант является истинным? Что это называется? Истинным является какой вариант? Потому что истинность существует только для какого-то человека. Соответственно, исходя из теории Бутерлия, ваше обучение в школе литературе... Истинность существует? Да, вообще, не история. Истинность существует. Соответственно, вы находитесь в одиночку в момент восприятия литературного произведения. Спрашивается, а что там делают уважаемые критики и учитель литературы, которые вам сообщают, как вы должны воспринимать? У вас что, значит, одно сознание? Нет. Соответственно, он что, может повлиять на ваш опыт? Нет. Может быть, он как-то способен ваше возле изменить, чтобы вызвать определенное явление сознания? Тоже нет. Спрашивайте, как вы делаете? Но самое интересное, нет. Ладно, хорошо, он там делает чего-то. Он вам сообщает, помогает, дает возможность и так далее, и так далее. Но главное, почему он оценивает результаты вашего восприятия? Но не воспринимает ему Наташу Ростова. Почему его точка зрения истинная, а ваша нет? И кто-то буквально, так сказать, впадает в транс от эстетики разрушения, а кто-то считает, что это бред северковой. И тот, и другой прав. Потому что у того, у того, у другого есть некая индивидуальная возможность восприятия. Вот этот момент, который был прописан впервые в философии Гуссерля, практически дал ключ для восприятия современного искусства. Современное искусство, так же, как искусство любой другой эпохи, но для современного искусства это наиболее характерно, оно должно быть рассчитано на индивидуальное сознание. То есть вы воспринимаете, художник для вас создаёт. Если вы воспринимаете это как художественное произведение, соответственно, творчеству удался. Кредитку треть, лишнюю. Это понятно? Под конец своей жизни Гуссер вводит такое понятие, как жизненный мир. Жизненный мир – это результат опытов вашего восприятия, ну, скажем, в некий отрезок индивидуальной личностной истории. Плюс – это бытийный опыт современности, то есть то, как вы живёте и существуете. Плюс – это ваше естественное окружение. Только за счёт частичного совпадения жизненных миров того или иного индивидуума или субъекта возможно понимание ими друг друга. То есть если бы мы с вами принадлежали разных культурам, то, соответственно, никакие варианты попыток донесения моих идей до вас не дожили, потому что на США равны виды не имеют. Ну, представьте себе, если бы я сейчас читала лекцию не вам, уважаемые господа, а, скажем, сидели бы у меня австралийские аборигены, даже XVIII века, не испытавшие никаких прелестей цивилизации. Я думаю, что вряд ли бы до них дошли прелести Венеры или, предположим, особенности архитектуры Айзенмана, и то, и другое для них был полный бред. Ясно? Ясно. Роман Гартман и Гартман, и тот, и другой голоса занимались эстетикой, и у того другого есть идеи, посвященные эстетикам. Причем самое интересное, несмотря на то, что они сильно не любили друг друга, их эстетические идеи подчас попадают. В чем заключается идея Николая Гартмана? Гартман, беря художественное произведение, рассматривает его как значащий объект. В частности, он видит как бы параллельных смыслов. Один из них материальный объект, то есть, проще сказать, деревянная палка и кусок камер. А другое это свойство, которое мы приписываем ему, как носителю некоторых культурных идей. Как это? Когда солдат на поле боя умирает за знамя, он умирает не за кусок прячен. Он умирает за идею. Вот здесь пока, вот в этом плане, ничего такие густые не отличаются. Но у Николая Гартмана есть продолжение. Он говорит, что очевидно, должно быть в куше тряпки и в деревянной палке что-то, что позволяет связать вещь и предмет, то есть, перенести смысл именно на этот объект. Так вот, эта идея связана с идеей существования видимости, то есть, внешней выразительной оболочки, которая способна нести смысл. Я вас совсем запутала? Нет. Это хорошо. Внешне выразительной оболочки, которая способна нести смысл. Учеником Буссерля в России был Буссер Вишпе. Так, у меня интересная личность, очень интересный человек, отечественная Буссер. Он родился в очень бедной немецкой семье, это было до революции. Причем, обедневший очень рано остался без родителей. Был мальчиком на побегушках в трактире, в плавном трактире. Сумел бы купить университет московский, стать стипендиатом московского университета. В момент окончания университета он свободно владел бы в Союзе в России. Затем он уехал в Германию и диссертацию сделал он в Буссерле. Единственный российский специалист, который делал диссертацию в Буссерле. После окончания аспирантуры защиты докторской степени, Гуссер Шпет приехал в Россию на тот период времени, он свободно владел 40 европейскими языками. А у нас там с кем-то? Это русская милософия, с отличием на нас. А если он родился в Перман? Он не родился в Перман, он родился в России, он бедный, немецкий, немецкий. Но надо сказать, что на момент жизни в России он свободно владел бы в немецкий, а родной язык был русский. Так вот, у Шпета есть очень интересное произведение, посвященное стексте. Название он «Смысл и явление». Смысл и явление. Рассматривает он следующие идеи. Идеи взаимосвязи слова, как обозначающего, и явление, как означаемого. Шпет активно творил дореволюционные, извините, после революционных годов, до Второй мировой войны. По-моему, в 40-30 году, если я не ошибаюсь, не было революционный расстрель. Так вот, вы смысл и явление почитаете. Он пишет, что лучше, чем гусор, а про это не так запутано. Читать его интересно. И вот идея, сама смысл и явление, она позволяет быстро и ту же взаимосвязь между вещью и означаемым словом. Вот это слово «номен», означаемое, то есть то, чем означается, оно позволяет шпету как бы отделиться два понятия. То есть выявить то, что на самом деле является, и то, как оно означает. Господа, я вас не совсем запутала, вам понятно пока или не понятно. Вот мы называем слово «столь». Соответственно, «стол» — это то, что означает. Соответственно, вот это означаемое. Соответственно, означаемое является некой идеальной базой. А означающее, то, с помощью чего означает, связано им вот с такими жесткими связями, как кажется на первый взгляд. И когда выстраивается взаимосвязь, то там существуют такие понятия, как разные виды формы. Форма логическая, один вид взаимосвязи. Форма синтоксическая, то есть, соответственно, при перестановке слов рождается разный смысл. Та логика взаимосвязи. Форма поэтическая, которая позволяет присовокупить новый смысл за счет игры означаемого. Приведу вам пример, чтобы было понятно. Вот если я скажу, что дома на Манхетте напоминают старые фипарисы, то я просто-напросто ввожу перенесение смысла. Ясно? Дома на Манхетте не обязательно быть фипарисами. Моназитм, они могут иметь ощущение внешних форм, напоминающих фипарисы, и за счет этого связываться с идеей фипарисов. Тоже понятно. Вы можете сейчас этим особо не заморачиваться. В следующем году первый семестр будет посвящен у вас дисциплине, которая у нас название «Петитаническое искусство», где мы будем 50 с лишним часов в течение полугода заниматься именно феноменологией архитектуры. После этого у вас Манхетте начнет кипеть, и это хорошо. После этого он все будет защищать. Так, здесь более-менее все понятно? Что ничего не понятно? Хорошо. Так вот, я вам могу сказать, что идея феноменологии хорошо применима к архитектуре. Очень хорошо. Дело в том, что архитектурный объект должен не только функционально соответствовать идее, он еще должен и нести внешние выражения идеи. Приведу пример, чтобы ощутить, так сказать, наличие двух понятий. В 90-е годы, с самого начала, только-только появились обменные пункты. Ездим мы по третьему кольцу в Москве, еще тогда плохо простроенному. Выезжаем в промзон. Стоит покосившийся дом деревянный, с выбитыми окнами, завешанными фанерой. Забитыми фанерой. Такой заборчик, либо у надборных туалетов, тогда я не забыла. Надпись здесь, большой-большой листью. Фанеры, на которой масляные краски написаны, пункт обмена валюты. Показано в стрелочках, когда мы идем. То есть надо обойти надборные туалеты, с обратной стороны зайти в этот дом. А вот теперь вопрос. Предмет, пункт обмена валюты и вещь друг другу соответствуют, мягко говоря, слегка нет. Другой пример, чтобы тоже было понятно. В то время у вас мама Людмила Николаевна делала дипломный проект на теку крематория. Мы, наверное, с нами. Так вот, соответственно, как у любого здания сооружения, у крематория есть функция. Естественно, проводится функциональный анализ, создается функциональная схема, она выстраивается в план. План поднимают на фасад. Так вот, мы с Людмилой Николаевной, собственно, хорошо это напомнили в тот момент, когда она попыталась свою функцию поднять на фасад. Пошла ко мне, и мы сидели втрою, как сейчас, мы захотали для края живой, потому что у нее получился мясо-перерабатывающий комбинат. Прошу прощения за грубое сравнение. Там ничего другого на фасаде не получал. Там такой длинный коридор, серое здание, длинный, мрачный, двухэтажный. Потом, значит, некоторая форма, и с другой стороны точно такой же выход. На сосисточный цирк очень похожий был цинизм, но куда деваться. Соответственно, вот это пример того, что функции и внешние выражения, это не одно и то же, это совершенно разные понятия. Соответственно, чтобы сделать нормальный крематор, и подняли всю архитектуру, которая существовала в древнем мире, и выявили идею вечности. Вот как она решалась при помощи идей пирамид, кондропорса, так сказать, формы вне времени и пространства, идей свастики разворачивающегося, и туда запихнули сумку. Вот только после этого крематорий стал похож на крематорий, и не стал похож на цирку. О чем речь? О том, что идеи Бусерля, Шпета, Ингартена и Гартмана, касающиеся существования выразительных форм, позволяют вещь оторвать от того, что мы понимаем. И это очень существенный момент для современного специалиста, современного специалиста практически нет универсалий. Он вынужден каждый раз создавать новую вразительную форму. Ну, если он, естественно, является творческим человеком, а не садится на поток. И здесь надо отдавать себе отчет в том, что то, что получается естественно, и то, что как оно должно выглядеть, это большая разница. Понятно ли, господа, хорошие? Хорошо. У нас время осталось? Осталось. Замечательно. Сколько? Хорошо. Слово, экзистенционализм. Экзистенционализм. Экзистенционализм представлен следующими философами. Мартин Хайбетер. Мартин Хайбетер. Мартин Хайбетер. Мартин Хайбетер. Сахта. Коню. Яскость. Я, опять же, я вам расскажу о том, как экзистенционализм применим к современному искусству. Что такое экзистенция? Слово, экзистенция означает существование. Точнее, не просто существование, а пребывание человека в мире. Соответственно, с точки зрения дистанционализма, только этот человек и его присутствие определяет существование мира. Ибо, если человек умер, у него нет критерий, позволяющих определить, что мир после него остался. Соответственно, в каждый момент, когда вы засыпаете и закрываете глаза, мир для вас умирает. Вы просыпаетесь, появляются критерии определения формальности мира, и мир снова возрождается. Этим экзистенционализм очень существенно отличается от материализма. То есть, если материализм утверждает, что мы существуем после нас, то для экзистенционализма экзистенция существования мира – это пребывание человека. Казалось бы, из этих достаточно очевидных идей могут напрашиваться от них очень интересные выводы. Вывод первый. Если человек определяет существование мира, то, соответственно, все в этом мире связано с человеком. Какой? Связано с человеком. То есть, именно он, человек, является критерием существования этого мира. То есть, с точки зрения материализма, например, мы строим плотину на реке. Есть река, но не стоит плотина, так? А вот с точки зрения дистанционализма все не так. С точки зрения дистанционализма река строила плотину. А почему? Да, это именно так. Дело в том, что что для человека важнее, река или плотина? Плотина. Потому что она отвечает человеческим потребностям. Если требует, да, потребует его. Но это понятно, что два объекта. Вопрос, что соподчинено кому? Что является в данном случае для человека определяющим? Река или плотина? Плотина. Давайте приводить пример, пожалуйста. Что для России, скажем, 30-70-х годов было важнее? Река Болга или цепь Плотина? Цепь. Цепь Плотина. Вы Рыбинское водопранилище видели? Да. Видели. Хорошая вещь Рыбинское водопранилище. Для того, чтобы построить, в общем-то, не очень крупную плотину, уничтожили заливные луга на колоссальной территории. Почему? Потому что надо было связать Беломор-канал с Волгой. Для этого нужно было обеспечить глубину фарматора. Для того, чтобы обеспечить глубину фарматора, надо было поднять уровень воды. Для того, чтобы поднять уровень воды, надо было построить плотину и, соответственно, образовать Рыбинское водопранилище. Соответственно, вот такая вот маленькая идея связи двух бассейнов, бассейна одного моря, бассейна другого моря, привела к тому, что, в общем-то, на огромное количество поселений, территорий, жителей, их идей, и, прошу прощения, за другое выражение, привела к тому, что, когда сейчас плывется в Рыбинском водопранилище, там, где на колокольне, глубина колокольня, вот там, в кресле торчит из воды. И глубина, там, глубина сравнительно небольшая, 3, 4, 5, 6, ну, 12 метров стоит где. Большие-большие затопленные луга. Другой пример, пожалуйста. В Волгах, при строительстве Саратовской ДЭС, принципиально изменился климат в районе Саратова. Если раньше, во времена детства моей мамы, там нормально дозревали дыни и помидоры, то есть никаких проблем не было, подкнули, они зреют. То есть, сейчас климат стал более влажным, осетры не могут идти на ней, соответственно, некоторые породы вымерли полностью. Для чего? А потому что главным является плотина, на все остальные дыни и не забывали. Другой момент, пожалуйста. Строительство Красноярской ДЭС. Чтобы построить Красноярскую ДЭС, уровень воды подняли не сколько минут, а почти на 100 метров. Разница между верхним ДЭСом и нижним ДЭСом почти 100 метровая. Столб воды 100 метров. Так вот, чтобы поднять воду настолько в Дренагорске, соответственно, надо было полностью уничтожить вот этот котлован 100 метров. Там даже деревья толком не стередовали. Соответственно, вот эта территория, она никого не интересовала. Интересовала всего Наксова плотина, которая стоит на этом месте, и которая позволяет существовать Красноярскому алюминиевому заводу. Потому что производить алюминий без электричества нельзя, а Красноярская ДЭС была построена для того, чтобы обеспечить процесс эритролиза на Красноярскому алюминиевому заводу. Там магнитное поле в районе этого завода за счет того, что мощные токи подаются на ванны электролиза, таковы, что вот вы с металлическим метром заходите, вот так его отпускаете, он параллельно везет, не приземляясь в ДЭС. Если вы туда зашли часами, я имею ввиду с механическими, то вышли скульпызом. Потому что после того, как вы там побывали, ну и так далее. Значит, для чего это нужно было? Стране нужно было алюминий. Вопрос. Что является первичным? Латина или река? Уж точно не река. Так вот, идеи Хайдегера, касающиеся экзистенционализма, позволяют реально взглянуть на жизнь того или иного художественного произведения. То есть, смысл, который мы в него вкладываем, идеи, которые мы в него вкладываем. Экзистенционализм позволяет связать художественное произведение со смыслами жизни. Например, у Хайдегера есть очень интересная работа, называется «Она истоку Божественного произведения». И эта работа, в основном взгляд, впервые объясняет, зачем грекам надо было строить свои храмы, ну практически во всех красивых местах. Греческие храмы, это, наверное, одна из немногих стран и культур, строились не в привязке к городам, а в красивых местах. Почему? Есть красивое место, там, допустим, в Сен-Абделае, то есть в Сен-Абделае, там стоит храм. Дело в том, что для греков не существовало божества вне тела. Они чувствовали, что в красивом месте есть Бог. Бога надо было материализовать. И они ставили храм, давая возможность материализоваться идеей здесь. То есть идея для них существовала в виде храма. Как пишет Харрагедя, что храм в этом месте фактически является существованием Бога, а не поселяли Бога, строя храм. Ясно? Тогда все совершенно ясно, тогда все понятно, как установить на своем храме. Ну что, консистенционально понятно? Вот такие вот сегодня у нас все современные направления главы в одном глаконе. Так, последний, я не знаю, как. А, ничего. У нас мое дело вам сейчас просто сказать, что я не буду для пенетиков. А дальше вы будете изучать это сами. Мартин Харрагедя был учеником Харрагедя, а учеником Харрагедя был замц Георг Гадаре, тоже немецкий философ. Он и является создателем герминетики. Трудно говоря, сами по себе идея герминетики принадлежат не Гударе, извините, не Гадаре. Идеи герминетики довольно старой идеи. Дело в том, что в Средней и Средней Виктории европейские ученые-монавицы столкнулись с тем, что текст, его понимание, это две разные вещи. Вот вы читаете текст. То, как вы его понимаете, и то, как понимает этот текст, понимал этот текст, человек, который он написал, это, ну, мягко говоря, совершенно различающиеся идеи. Соответственно, европейские монахи пришли к выводу, что понять текст нельзя. Его можно как-то столковать. То есть дать свою трактуру к германию. Соответственно, каждый раз, когда вы обращаетесь к тому или иному смыслу, вы не понимаете текст. Вы даете вариант трактовки текста. То есть, проще сказать, свой взгляд на этот текст. Поэтому не существует такого понятия, как понимание мысли автора. То, что автор вложил в текст, и то, что вы с него берете, это различающиеся вещи. Поэтому, когда уважаемый автор говорит о том, что он хотел вложить то-то, то-то, и в момент уморчества он приписывал то-то, то-то, и пытался отразить то-то, то-то, а вы это не видите, это не значит, что вы-то были. Это значит, что вы-то недостаточно образованы. Это только значит одно, что идея истолкования ваша и идея истолкования автора исходят из разных оснований. Всего-то на все. Итак, к какому выводу приходит Гадавер в плане работы с художественным произведением? У него, кстати, здесь две замечательные книги, посвященные эстетике, в том числе, это истинные методы космонавтовой гоменетики, пенапового произведения и работа, которая носит название «Актуально и прекрасно». Так вот, вывод следующий. Когда мы ставим перед собой задачу понимания такой или иного художественного произведения, на самом деле мы его истолковываем. Истолковывая произведение, мы исходим из всего того опыта, который стоит за нами. Соответственно, опыты нашего истолкования в каждый следующий момент в руке сильно отличаются. Каждый из них представляет собой самостоятельный опыт истолкования. И один из них ничем не лучше или не хуже другого. Просто-напросто в тот или иной момент у нас были разные основания. Соответственно, на истолкование влияет весь ваш опыт, ваши знания, и, как говорится, вся личностная история, которая стоит за вами. В том числе и опыты истолкования других людей. Вот это, пожалуй, позволяет завершить краткий очерк эстетики современной философии. И поэтому мы можем с вами сделать вывод, что современная философия плотную подошла к тому, что основой для понимания художественного произведения является личность и индивидуальность. Поэтому, строго говоря, учить надо не того, как правильно понимать произведение, а там все вообще понимать надо. Учить опыту общения с областным произведением. Какие у вас там есть вопросы? Продолжение следует...